Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале MyDILY. Достаточно часто в столярном деле бывает необходимость сделать ящики. Одно из самых распространенных это ящичное соединение шип-паз. Оно достаточно прочное и для хорошей сцепки достаточно будет обычного столярного клея. Изготовить такое соединение можно несколькими способами. Одно из самых удобных приспособлений для этого паза это диски Dodo. Но у меня как у начинающего пока таких дисков нет, так что будем искать другие способы изготовления этого соединения. Не так давно один из моих подписчиков поделился со мной роликом, где мастер изготавливал соединение шип-паз с помощью циркулярной пилы. Сегодня буду пробовать сделать это соединение самостоятельно. Для этого приспособления я возьму отрезок 25 миллиметровой фанеры. Делаю пропил на циркулярной пиле, чтобы измерить точную ширину распила. Мой диск дает ширину распила 3 миллиметра. В этот пропил мне нужно будет вставить планку шириной 3 миллиметра. Покопавшись в обрезках материала, нашел дубовую плашку подходящего размера. Далее на рейсмусе калибрую эту планку до нужного размера. Благо мой рейсмус позволяет обрабатывать заготовки до 3 миллиметров. Так как планка получилась слишком длинная, замеряю и отрезаю лишнее на торцовочной пиле. Высота этой планки должна быть не больше, чем толщина заготовки, которые будут использоваться для изготовления ящика. Я это понял только тогда, когда уже приклеил эту планку к фанере. Пришлось спиливать ножовкой и убирать стамеской все лишнее. Я думаю вы уже догадались, что ширина и пазов и шипов соединений будет равна толщине этой планки и соответственно толщиной пильного диска. Далее мы зажимаем это приспособление к каретке с трубцинами. Между пильным диском и планкой в нашем приспособлении должно быть расстояние равное 3 миллиметрам, то есть толщине пильного диска. Этот зазор удобнее регулировать оставшимся кусочком планки, чтобы положить его между пильным диском и нашим приспособлением. Далее делаем пропилы, вставляя каждый паз, новообразовавшийся в шип нашей каретки. Признаюсь, что с первого раза получилось у меня не очень хорошо. Но набив руку я понял, что это соединение очень легко в изготовлении и я его беру к себе на вооружение. Надеюсь ролик вам был полезен. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!